Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Для тех, кто наблюдает за политической жизнью в нашей стране, думаю не секрет, что в последние дни, как говорят политологи, риторика Николая Бондаренко несколько смягчилась. И произошло это на фоне того, что люди ждали от него призывов к решительным действиям, понятно в рамках закона. А Андрей Караулов на своем канале даже задал прямой вопрос, а не испугался ли Николай Бондаренко. Но ответа не было. И вот он прозвучал. И наконец именно такой, какой от Николая Бондаренко и ждали. И обычные люди, и лидеры оппозиции. 9 октября в Саратове прошел протестный митинг, организованный КПРФ. И на этом митинге Николай Бондаренко опять стал самим собой. Выступил на митинге, понятно, не он один. Но того, кого этот вопрос заинтересует, детально я отсылаю к данному ролику. Он на одном из каналов Николая Бондаренко. Голос оппозиции и название лучше зачитаю. Митинг КПРФ в Саратове. 9 октября. Бондаренко, Алимова, Анидолов. Сказано было много. И понятно прежде всего то, что КПРФ не признает итогов выборов. Но мне хотелось бы выделить только одно. Николай Бондаренко считает, что нужно наращивать протест. И на этом этапе он считает, что нужно добиться того, чтобы на улице вышло не менее 10% населения нашей страны. Вышло понятно с протестом. Вот как он об этом сказал. Как 200 лет назад Маркс сказал, как никогда эта фраза актуальна сегодня. Народ достоин правительства, которое он имеет. Достоин власти, которое он имеет. Пока люди готовы терпеть, что нас грабят, насилуют и убивают. Нас, блин, грабят будут до бесконечности. И насиловать и убивать будут до бесконечности. И все изменится в одночасье. Если нам с вами это надоест терпеть. И власть делает очень многое, чтобы убить в нас надежду, убить в нас веру. Они знают, что если здесь сегодня будет стоять 10% жителей нашего города, на следующий день губернатора с позором, пятком под зад, выгонят в отставку. Мэра не просто уволят. Преследовать будут по закону. Начнут разбирательство, насколько эффективно, в кавычках, тратились наши деньги, муниципальные, бюджетные. Вот это произойдет лишь в одном случае, если люди покажут свой настрой. Покажут свою солидарность. Не надо. Добавлю. Также, думаю, очень важно то, что он сказал о необходимости организации забастовок. Также нужно сказать, что на митинге была принята резолюция с четкими политическими требованиями. А именно, за фальсификацию выборов митингующие потребовали отставки губернатора Саратовской области, мэра Саратова, а также других руководителей к этому причастных. Ее текст зачитал Александр Анидалов. Вот как он ее зачитывал в части, которую я озвучил. Отправить в отставку губернатора области Радаева, вице-произора Кированова, мэра Саратова, Исаева, всех главпуниципальных районов, допустивших и замешанных в фальсификации и среди честных выборов. Отправить в отставку руководителей УВД по Саратовской области и прокуратуры региона. Также я, это моя личная просьба, от всех, кто замешан в скандале, вовсе не просто отставку, а самое жесткое уголовное преследование и наказание. И те же самые условия, даже худшие. Что здесь можно сказать? Думаю, что тактика, выбранная Саратовской организацией КПРФ, правильная. Я уже не раз подчеркивал, что как протестное настроение, так и, собственно, протестные действия в нашей стране обречены нарастать. Экономическая ситуация в стране все ухудшается. Бегство капиталов от страны продолжается. И это на фоне того, что западные санкции неизбежно могут усиливаться. Это будет неизбежно выводить на улицы все больше и больше людей. А заткнуть самые крупные бюджетные финансовые дыры в нашей стране, как в Белоруссии, не получится. У России, в отличие от Белоруссии, нет великого северного соседа, которому по плечу выделить достаточные для этого деньги, так как их Путин выделил Кошенко. Репрессии же в условиях все растущей социальной активности населения не только не снизят протестное настроение и протестные действия, а напротив их усилят и существенно усилят. Я уже не раз говорил, в условиях все растущей социальной активности подавлять протесты силой – это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалмом. Поэтому КПРФ, а точнее ее радикально настроенное крыло, думаю, делает все правильно. Я свой диплом, который сегодня официально называется дипломом политолога, получил еще в 1987 году. И за эти, даже не годы, а десятилетия, имел возможность много раз убедиться, что указанное правило работает железно. И я просто поражаюсь тому, как Путин и компания сами роют себе ем. Да еще с таким упорством. Важно также отметить, что сегодня крайне важен союз правых и левых. Де-факто он, кстати, уже состоялся. Думаю, ни для кого не секрет, что многие люди, проголосовавшие сейчас за КПРФ, на самом деле проголосовали не за КПРФ, а против Единой России. И поэтому всей оппозиции нужно работать в данном направлении. И сегодня КПРФ, прежде всего, нужен союз со сторонниками Алексея Навального, которая, как ни крути, имеет на общество куда большее влияние, чем КПРФ. Для того, чтобы это понять, нужно просто посмотреть, сколько подписчиков на интернет-ресурсах сегодня у сторонников Навального и сколько у сторонников КПРФ. И понять окончательно, что этот союз сегодня закономерен. Впрочем, Бондаренко, в отличие от Зюганова, это как раз прекрасно понимает. Равно, как это прекрасно понимают и те, кто чувствует, что политарную систему в нашей стране пора менять, а не быть ее честью, как Зюганова компания. Политаризм, который сейчас в нашей стране и который был в Советском Союзе, это система, которая намного хуже не только капитализму, но и даже рабовладения. И классики марксизма-ленинизма, включая Владимира Ленина, сказали в свое время об этом более, чем достаточно. А то, что Иосиф Сталин в 1933 году подлалишил население нашей страны, этого знания вычеркнув его из коммунистического учения, в принципе ничего не значит. Я уже сказал, у КПРФ ничего не получится, если в ней не пройдет не только практического очищения, а точнее обновления и очищения от таких, как Зюганов и компания, но и обновления теоретического. Возрождение КПРФ невозможно, если оно не вернет себе настоящее коммунистическое учение, без купюр Иосифа Сталина и Василия Острова. Пока КПРФ не откажется от так называемого научного коммунизма, который, понятно, не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму, на шее настоящих коммунистов будут по-прежнему сидеть Шариков и Швонгер. Мой подробный ролик о том, что такое политоризм или азиатский способ производства АСП, понятно будет на конечной заставке. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok